Судьба речного вокзала в Твери окончательно определена. Здание советского периода, которое стало одним из символов столицы Верхневолжия, восстановят в привычном виде, но уже из современных материалов. Кроме того, было принято решение воссоздать отроч-монастырь, который находился на стрелке рек Волги и Тверцы. Инициативу поддержало правительство страны. Подробности о том, когда начнутся работы, рассказал в прямом эфире телеканала «Россия-24 Тверь» губернатор Тверской области Игорь Руденя. Судьба речного вокзала, рухнувшего ровно 6 лет назад, 7 августа 2017 года, волнует жителей Твери независимо от возраста. Необычное круглое здание, типичный образец сталинского ампира, построенного в 1938 году и служивший вокзалом речного транспорта, активно работавшего в советские годы. Решение о его восстановлении принято давно, шли долгие обсуждения. Точка в них наконец-то поставлена. Проект есть. В августе губернатор Игоря Руденя принял участие в совещаниях, которые провел помощник президента России, руководитель рабочей группы по созданию в Твери культурно-исторического кластера «Речной» Владимир Мединский. Министерство культуры окончательно нас поддержало, окончательно приняли решение, что да, восстанавливаем, определили путь, по которому мы пойдем. Для нас является проектом очень комплексным. Это не просто реконструкция вокзала, воссоздание его из современных металлов, но в тех же формах, в тех же размерах. Сейчас были приняты все необходимые решения, что мы делаем сдвижку, поднимаем по высоте фундамент, делаем благоустройство вокруг. Средства на проектирование заложены на 2023 год, а в 2024 уже планируется перейти от слов к делам. В настоящее время подготовительный этап по созданию кластера завершен. Проведено обследование здания речного вокзала. На основе архивных документов сформирована граница, проведены предварительные изыскания и зонирование территории. Помимо здания речного вокзала планируется восстановить еще один историко-культурный объект. Это отрыщ монастырь, который находился здесь же на стрелке рек Тверцы и Волги. Он был закрыт после революции в 1918 году, а в 30-е годы все его постройки были снесены. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который поддержал инициативу региона о воссоздании в месте, где начиналась история Твери, отрыщ монастыря и восстановлении речного вокзала. Это создание такой историческо-туистической зоны. Это даже больше историческо-культурная зона и для жителей, ну и, конечно же, для гостей столицы Верхней Волги. Это устье реки Тверца, это территория вплоть до моста, в который идет проспект Туплева. И там дальше можно посмотреть, так сказать, буквально несколько границ, в том числе, наверное, нам не избежать реконструкции левого берега реки Тверцы, потому что там находится монастырь. За то, чтобы речной вновь появился, в городской панораме активно выступали жители Твери, как старшее поколение, так и молодежь. А узнав новость о том, что вместе с речным городу вернут и святыню, отрыщ монастырь поддержали инициативу. Такое историческое здание, советский символ Твери. Я за восстановление речного вокзала. Правительство помнит об исторических и различных зданиях, особенно отрыщ монастырь. Отрыщ монастырь же поначалу в основании Твери и появился. Достопримечательность, такое большое количество времени служил. Отправлялись теплоходы по Волге, у меня бабушка по молодости ездила у нас в деревню в Старицу. На перспективу все хорошее должно быть. Речной вокзал – это наша гордость. Очень красивый был вокзал, ресторанчик, магазины. Пусть восстанавливают и монастырь. И очень хорошее было здание, красивое. Напомним, что здание речного вокзала на протяжении десятилетий находилось в плачевном состоянии. После речного вокзала в нем располагался клуб, потом центр современного творчества, а в последние годы он просто простаивал. Пока 7 августа 2017 года не рухнул. С тех пор территория огорожена забором в целях безопасности. Здание законсервировано в ожидании дальнейшей судьбы. А уже в следующем году картина начнет кардинально меняться.